Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Это история о том, как телевизионщики пытаются покорить YouTube. Сегодня мы поговорим о казахстанских сериалах. Многие критикуют казахстанские сериалы. Кто-то вообще не смотрит телек, кто-то презирает сами сериалы как жанр, кто-то не любит там все наше казахстанское, считает, что мы делаем какое-то говно. Так вот, сегодня давайте обсудим 5 проблем казахстанских сериалов. Первая проблема – это, конечно, бюджет. Ну, об этом можно много говорить. У этого вопроса есть две стороны. Кто-то считает, что это мало, кто-то считает, что много. У нас вообще такая ситуация, что если бы государство не финансировало производство телевизионных сериалов, то, в принципе, на нашем рынке выходило бы, может быть, 2-3-4 проекта, то из них 2, наверное, было бы имиджевых, потому что они бы не отбивались. Ну, а 2 были бы по очень низкой стоимости. Поэтому, если мы говорим про цифры, то, например, в России одна серия сериала где-то от 200 до 400 тысяч долларов за одну серию. В Украине от 35 до 100 тысяч. Вот у нас где-то там от 6 до 12 тысяч долларов за одну серию. То есть, ну, вот примерно вот такой расклад. Понятно, что и качество, ну, тоже оно по какой-то такой линейке, да, будет уменьшаться. Вот, но, несмотря на эту ситуацию, да, которая сейчас, на самом деле, если брать по рынку, по рекламному рынку, то телевизионному каналу сейчас, там, коммерческому, государственному, ну, рейтинговому каналу сейчас выгодно, ну, делать сериалы только за 6 тысяч долларов, которые они 3-4 раза покажут там за 2-3 года. И тогда они вообще отобьют эти вложения. Вот, ну, такая ситуация на рынке. Поэтому тут роль государства и роль выделяемых денег на финансирование сериалов, она такая очень двоякая, да. Некоторые люди недовольны, да, там, качеством или сколько, кажется, что они выделяются там миллиарды, миллионы. Но на самом деле расклад за серию, вот он примерно вот такой. Поэтому к этому тоже можно относиться по-разному, много ли, мало ли, но бюджет – это одна из проблем казахстанских сериалов. Вторая проблема – это одногодичное планирование, да, одногодичное бюджетирование. То есть все каналы, ну, включая частные, да, а в основном государственные, вот, они бюджетируются одним годом. То есть они весь проект, расходы на один проект, у них ограничивается одним годом, закладывают бюджет одного года. И что в итоге получается? То есть за один год нужно заключить договор, написать сценарий, ну, разработать сценарий, написать сценарий, пройти при продакшн, снять, смонтировать, выпустить в эфир. Ну, и все это нужно делать в рамках одного года. Но форматы разные, количество серий может быть разное, да. И время на принятие решения и заключение договора тоже, ну, оно не заключается там с 1 января, да. А если нормально, то, в принципе, должно быть двухгодичное планирование. То есть в первом году сначала канал заключает договор с продакшн компанией, ну, то есть объявляет конкурс, рассматривает заявки, обсуждает их, возможно, съемки какого-то пилота, финансирует в том числе съемки пилота, да. Потом они дают время на написание сценария, потом принимают решение, например, о следующем цикле, что в следующем году уже по написанному сценарию, да, ну, сценарий может быть написан там за, не знаю, там за полгода, за год. Иногда, вы знаете, нужно не обязательно деньги, да, нужно не обязательно первая проблема, вопрос не только в деньгах. Иногда нужно для того, чтобы написать качественно, а в рамках маленьких бюджетов, ну, только за счет истории, да, за счет качества сценарий можно как-то развиваться, можно как-то быть более интересным зрителю, вот. Но этого времени тоже не хватает. Поэтому это одна из проблем, которая существует. Я не знаю, честно говоря, с учетом того, что у нас очень много государственных каналов, как можно эту проблему решить, ну, что вот бюджетируется только в рамках одного года, да, и осваиваются деньги только в рамках одного года. Но она существует, и она влияет на продукт. Третья проблема – это низкий уровень квалификации всех участников рынка, да. Что я имею в виду? Ну, то есть, вот эта вот система взаимоотношений каналов-заказчиков, продакшн-студии, аутсорс, которые берут заказ, произошла где-то 5-6 лет назад, да, и появилась ситуация, когда каналы все отдали в аутсорс, ну, не все, там, по крайней мере, сериалы, да, как такой наиболее предполагаемый вид деятельности, да. То есть, продакшн-студии появились новые. У них, вот у нас, да, тоже низкий уровень квалификации, там, 5-6 лет назад. Низкий уровень экспертизы, скажем так, знания о современных сериалах. Потихоньку эти знания накапливаются, что с той, что с другой стороны. Но пока он достаточно низкий. И акценты на редакторской работе, ну, до сих пор они очень слабы, скажем так. То есть, например, я не знаю, на каком канале у нас на казахстанском есть редакторы, которые, ну, во-первых, с экспертизой, или там, хотя бы обучались где-то, или специально занимаются этим полный рабочий день, скажем так. То есть, именно не продюсеры, не руководители, да, а редакторы, которые ведут, скажем так, творческую работу, работу над текстом, над сценарием в продакшн-студии. Ну, и в продакшн-студии редакторов тоже постоянных нету в штате, да. Понятно, это во многом связано и там, и там с какими-то бюджетами. Но, мне кажется, это проблема, что мы не уделяем этому достаточное внимание. Четвертая проблема моя любимая. Я обязательно запишу видео на эту тему. Лично я считаю, что одной из проблем казахстанских сериалов это то, что многие участники рынка относятся к пренебрежениям, к самому формату. То есть, они считают это низким жанром, да, как бы кино, авторское кино, это высокий жанр, а сериал это низкий жанр. Несмотря на то, что в мире, в общем-то, сейчас, не устаю это повторять, все занимаются производством сериалов. Так вот, сейчас это влияет, то есть, это отношение, такая парадигма есть. Ну, то есть, если сериал, там, режиссеры думают, ну, ладно, сериал это такая халтурка, знаете, подработать, да, как бы. А вот если полный метр, ну, там, может быть, какое-то говно вообще, да, но вот полный метр, это да. И это касается всех специалистов. У меня иногда вообще такое ощущение, что где-то вот на выпускном Жоргенова, да, в Академии, они где-то клятву, все актеры дают режиссеры, там, снимать только авторское кино, не сниматься в сериалах, не снимать в сериалы, а потом это они переступают через себя, они вроде хотят снимать, а потом, как бы, и не хотели снимать, и вообще клятву дали, пообещали и так далее. Вот такое отношение к сериалу, я считаю, это большой проблемой. И я вот в своем блоге буду неоднократно об этом говорить, и вот с этим бороться, так как я серийный продюсер, продюсер сериалов, я буду бороться с таким отношением, да. То есть, кино, которое никто не посмотрит, то есть, оно будет лежать где-то, я не знаю, там, лежать на полке, будут смотреть друзья, это как бы, это круто, да. А как бы, а сериал, который, как бы вы к нему не относились, но смотрят там десятками, сотнями тысяч людей, так или иначе, да, на казахском языке, да, например, в ютюбе, в том же, либо по телеку, как бы это вот, как бы такая штука западло, да, как бы, ну, вот я считаю, это проблема, извините мне за некоторую эмоциональность, но я считаю, это проблема большая. Пятая проблема достаточно очевидная, но я скажу вам, в обществе, вообще в нашем обществе и в индустрии пренебрежительное отношение к сценарию как таковому, пренебрежительное отношение к сценаристам. И это такая штука, с которой, ну, как бы, нужно бороться. Не потому, что я сценарист, я, в принципе, и по ту сторону, как бы, да, я сценарист-продюсер, считается, что это такие, как сказать, противостояния, да, вот. Но единственное, за счет чего может подняться индустрия сериалов, ну, в принципе, и кино, это сценарий. Потому что бюджеты у нас, ну, я не знаю, когда станут больше, мы не можем поразить каким-то качеством съемки. У нас всегда будут рождаться и появляться классные режиссеры и классные актеры. Но без сценария, а конкретно сценария сериала, у нас эта индустрия не будет развиваться. Это единственный способ. Единственный способ развивать эту индустрию, повышать качество сценария. Это были пять проблем казахстанских сериалов. Наверное, немножко удивительно, что я не рассказал, не перечислил в этом списке проблем, такую проблему, как идеологемы и лицензура со стороны государства. Ну, я специально не перечислил, потому что я не считаю это какой-то большой проблемой. Потому что, просто если разобрать, то получается вот такая ситуация. Смотрите, есть люди, которые говорят, а что показывают по телевизору? Там, насилие, секс и так далее. Тем более, там, например, на государственном языке. Чему учит вот этот вот сериал, например? Чему учит эта передача? И так далее. им кажется, что нужно что-то, чтобы было доброе и на государственные деньги что-то было очень такое позитивное и правильное, как советское время и так далее. Надо учитывать, что это люди, это и есть зрители телевидения. Есть вторая группа, которые говорят, а почему мы не можем там снимать, я не знаю, какой-нибудь Декстер, теория большого взрыва, я не знаю, что там еще, современные продвинутые американские сериалы. Но вот цензура нам мешает. Но на самом деле мешает не цензура и не идеологема. Мешает, ну, просто, как и все в нашей стране, по сути, мешает наш уровень, уровень нашего профессионализма, креатива и так далее. Да, то есть, ну, мы просто не можем это делать. Ну, пока не можем. Мы должны развиваться в этом направлении. Ну, хорошо, но даже если мы учитываем это мнение этой группы людей, эта группа людей, нужно иметь в виду, не смотрит телек. Если бы даже на телевидении появился бы такой проект, о котором они говорили на казахском языке, есть такой продвинутый, они бы просто его не заметили, потому что они не смотрят телек. Ну, и получается, что в принципе, как явление, ему хочется, чтобы что-то такое свое было, но, в общем-то, он не будет что-то похожее смотреть. Конечно, правда, если бы это будет такого же мирового уровня, опять-таки, за 6 тысяч долларов или за 10 тысяч долларов, снятые, как то, что в Америке снимают там за 2-3 миллиона, то, конечно, он бы это смотрел, но это невозможно. Просто невозможно. И поэтому получается, та аудитория, которая хочет, чтобы ничего такого на телевидении не было, да, она получает то, что хочет. И государство, в том числе, да, дает деньги для того, чтобы вот эта аудитория смотрела и в рамках там своих идеологем, да, в рамках своей какой-то информационной политики, эта аудитория смотрела и получала то, что она ожидает. А наша задача сделать такие сериалы, чтобы угодить всем и в том числе развиваться и развивать как бы свое умение, чтобы когда-нибудь что-то похожее хотя бы мы на качественный американский сериал мы когда-нибудь сделали. Всем пока. Это был видеоблог серийный продюсер. Подписывайтесь, если вам это нужно.